Дневной февраля, Екатерина. Письмо называется «Кризис трёх лет. Вопрос с горшком». Здравствуйте, Юль. Здравствуйте, Екатерина. Ребёнку 2,5. Сейчас в 2,3 начались проявления кризиса трёх лет. Первый вопрос. Вопрос по горшку. Без памперса с года 9. На горшок ходил хорошо. Сам не бежал, но я раз в час в среднем ему напоминала. Он спокойно бежал на горшок, снимал штаны, делал дела. Если даже не хотел писать, всё равно садился и что-то там выдавливал. Сейчас в связи с тем, что всё нет на всё и нет, сам по-прежнему на горшок не бежит. Напоминаю, говорит «нет». Проходит буквально 3 минуты. Показывает, что хочет писать, бежит на горшок. Садимся, но трусы и штаны уже сырые. Не полностью в штаны ходят. Чуть-чуть мочит просто, но всё равно сыро. Беспокоясь, это всё-таки проявление кризиса. Что за регресс с горшком? Или, может, застудило где-то его, и он терпеть теперь не может до горшка. Может и то, и то быть. Вы можете это проверить, тепло одевать на полу, на этом не сидеть, на холодном и посмотреть. Но вообще, когда застужаются дети, они часто писаются. Прямо каждые 15-20 минут у них там что-то по 2 капли вылезает. Если такого нет, то значит просто регресс какой-то произошёл. Но, скорее всего, это не регресс. Регресс происходит тогда, когда начинает становиться навык нервной системы, когда все точки наладила, и сейчас занимается навыком горшка. И вдруг произошла болезнь, переезд, отпуск, антибиотики. В общем, что-то внедряется в жизнь ребёнка такое негативное, что заставляет нервную систему бросить это новое становление навыка и отлучиться по делам, например, иммунитета или, например, эмоциональной волевой сферы. Допустим, если ребёнок нервничает из-за переезда, развода или чего-то ещё. То есть она оставляет что-то начатое, недоделанное, потому что это сейчас не важно. А важно там наладить дела, закрыть какие-то бреши в том, что уже было давно сделано. И тогда это регресс. Вроде бы начал говорить и откатился. Вроде бы начал проситься на горшок и навык откатился. Вроде бы начал сам есть и навык откатился. То есть нервная система занялась какими-то более важными делами. Это не регресс, это, скорее всего, кризис трёх лет, борьба со взрослыми. Но в 2,3 кризис трёх лет так рано. Не знаю, бывает ли, не бывает. Боюсь всё-таки, что это проявление кризиса. Что за регресс горшком? Так, или, может, застудило. Второй вопрос. Это пятна ли ходить в сад с 2 и 1? Отходили неделю. Может, начали ходить в сад с 2 и 1? Отходили неделю, заболели на месяц. Снова неделю долго болели. Может быть, это из-за детского сада регресс произошёл? Вот это да, это может быть. Снова неделю долго болели. Врач вывел из сада. В 2 и 3 примерно в сад не ходим. Начнём в 2 и 6 снова ходить. Но сейчас, в связи с тем, что на всё у нас нет, как его впихнуть в сад? Через не хочу... Ой, извините. Закрылось письмо. Через... Что на всё у нас нет, как его впихнуть в сад? Через не хочу, не отоблю ли я ему охоту в сад ходить? Из-за этого просто. Ходили в сад недолго, ещё совсем, буквально по 3 часа. Спасибо за ранее за ответ. Идти в сад или не идти? В 2 и 6. Ну, пока 2 и 3. Пройдёт ещё уже 3 месяца, правда. Может быть, изменится. А по поводу похожести на кризис трёх лет, у нас в плейлисте воспитания много видео о кризисе. И я там говорила везде, что чтобы пройти кризис, надо с ребёнком не спорить. Чем меньше вы с ним спорите, что-то доказываете, тем быстрее у вас закончится кризис. Например, идём гулять? Нет, не идём. Ну, хорошо, не пойдём гулять. Нет, мы идём. Ну, да, давай собираюсь, пойдём гулять. Нет, не пойдём. Ну, хорошо, давай не пойдём. Если вы не выдержите вот эти качели, значит, надо выпить что-нибудь опять. Ну, не спиртное имеется в виду, а таблетку какую-то. Вот, чтобы оставаться абсолютно спокойной. Будешь есть? Нет, не будет. Ну, хорошо, не ешь. Пойдём там куда-то? Нет, не пойдём. Да, пойдём. Нет, не пойдём. Так у вас может неделю продолжаться, главное, с этим не спорить. Как только вы начнёте спорить, мозг начнёт вам сопротивляться. Кризис трёх лет – это борьба же не с вами, это там внутренняя борьба, полушарная, межполушарная. Это там самому человеку противно от себя, от того, что хочу, не хочу, буду, не буду. И нужно дать время, вот там всё это, чтобы устоялось, переварилось. И если вы начнёте сейчас впихать туда палки в колёса, вот в эту вот борьбу, эта борьба затянется. То есть тогда мозг начнёт с вами бороться, а не решать свою межполушарную проблему. Не лезьте, просто совсем соглашайтесь, и быстрее за неделю, как правило, кризис проходит, если ребёнка не дёргать. А у вас ещё три месяца, да, 2,6, поэтому вы успеете пройти так называемый кризис трёх лет, и я думаю, что всё спокойно получится. А так ещё посмотрите наше видео о кризис трёх лет. Подходит он вам или не подходит, вы 2,3. 7 февраля, Екатерина, кризис трёх лет, вопрос с горшком. А, вопрос с горшком, подождите, а что у нас тут? А, ну да, если вы от него отстанете, сейчас тоже не ругайте. Вы поймите, как только мы начинаем больше, больше приставать, санцвить прям глаза, больше приставать к ребёнку и бороться с ним, навязывать что-то, настаивать, тем дольше затягивается проблема. Если вот сейчас подписывает, если вы решили, что это действительно на нервной почве, а не из-за того, что подстудили, ну, подписывал, ну, ничего страшного, ну, давай, снимай, скорее неси сам в стиральную машину, доставай сухие, там, сполоснём давай как-нибудь салфеткой, надевай сухие и пошли дальше это, играть. Предложили, хочешь, не хочешь, ну, не хочешь, ну, описывай, ну, ничего. Чем спокойнее вы будете, больше вы понимания проявите к этому ребёнку, и чем меньше вы будете зудить над ухом, опять-таки, обоссался, опять-таки, да что такое, да сколько можно, тем быстрее эта проблема закончится. И всё. Я думаю, что может стал писаться на фоне адаптации в детском саду. Всё, а не кризиса. Ещё раз, 7 февраля, Екатерина, кризис трёх лет, вопрос с горшком, 2 и 3, ответила.